Лед тронулся. В Минске торжественно открылся масштабный международный спортивный праздник. Клюшки скрестили участники 15-го рождественского турнира любителей хоккея на приз президента. В этом году участвовать в ледовых баталиях будут 12 команд. Беларусь по традиции представляет дружина главы государства. И в эти минуты она проводит свой первый поединок на льду Чижовка-арены. В соперниках сборная Международной Федерации Хоккея. Подробности этой встречи прямо сейчас узнаем у моего коллеги Евгения Горина. Он на прямой связи со студией. Женя, добрый вечер. Сборная Международной Федерации Хоккея. Новичок среди участников, однако, в ее рядах много бывших профессиональных хоккеистов. И легкой победы никто не ждет. Позади первый период. Как сложилось с начала матча? Сергей, добрый вечер. Первую шайбу, которая была заброшена в этой игре, игра, которая началась сразу после церемонии открытия. Эта шайба была забросена белорусским игроком. Я запросил, Максим, слышь. Но это ни о чем не говорит. Соперники на этот раз в белорусской команде попались очень-очень и сильные. Буквально через минуту после того, как была заброшена первая шайба, наши соперники начали отыгрываться. А потом забросили еще одну и начали вести в счете. На текущий момент только что закончился первый период, счет 2-2. Вообще, белорусская сборная, но если брать по статистике этот турнир, одна из сильнейших. Она 11 раз завоевывала кубок турнира и трижды становилась серебряным призером. Ни одной бронзы, ни одного результата ниже бронзы никогда еще не было. Но на этот раз в этом турнире возможны сюрпризы. Почему? Потому что есть новичок сборной Международной Федерации Хоккея, которая сейчас скрытила клюшки с командой президента. Поэтому нельзя исключать любого исхода. Сейчас на льду Чижовка-арены в составе команды Международной Федерации Хоккея выступают именитые тхайловские игроки, которые раньше там играли. Например, чемпионы мира Андрей Николишин и Дмитрий Христич. Я сейчас попрошу поставить фрагмент этого первого периода, когда была заброшена первая шайба. Расскажу про церемонию открытия турнира, которая состоялась буквально накануне. Она подтвердила, что неспроста эти соревнования часто называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей хоккея. Открытие было масштабным, красочным и зажигательным. Оно как следует разогрело зрителей перед игрой. За время, что существует турнир, он успел стать настоящим праздником для поклонников игры на льду. В этом году за кубок приехали сразиться 12 команд сборной Балтии. Как и дружина Международной Федерации Хоккея, это еще одни дебютанты турнира. Прийти сборная Балкан, Китай, Объединенных Арабских Эмиратов, Россия, Швейцария, Словакия, Финляндия, Германия, Чехия. Церемония открытия по имени участия и глава государства. Предлагаю посмотреть и послушать, что сказал Александр Лукашенко. Первый матч мы провели 15 лет назад, дав старт доброй традиции. И с каждым годом география участников турнира расширяется. Желающих приехать в Беларусь становится все больше. И чтобы никого из наших друзей не обидеть, в этот раз нам даже пришлось изменить формат соревнований. В турнире примут участие уже не 8, а 12 команд. Более того, даже Международная Федерация в этом году собрала команду, чтобы включиться в борьбу за главный приз нашего турнира. Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы. Несмотря на политические кризисы и разногласия. Но главное, Минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею не только, сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше. Сегодня днем уже сразились команды Словакии и Швейцарии. Топ поединка 10-4. А также Объединенные Арабские Эмираты и сборная Балкан 9-5. Также сейчас на Малой Арене. Это здесь рядом немецкие хоккеисты в скрестиле клюшки с финнами. И сегодня же днем в Чижовской Арене сортовал и финальный этап детских любительских соревнований «Золотая шайба». Как и на рождественском турнире, победитель определится за 5 дней на льду Чижовской Арены. Рождественский турнир завернется прежде всего своими хоккейными поединками год от года. Хозяевам все сложнее отстаивать натиск гостей. Но это, конечно, не только спортивное событие, но и зимний праздник. Для Минчан и гостей столицы здесь у Чижовской Арены развернулись ярмарки. Звучат песни. Днем был концерт. Так что турнир выходит далеко за ранги спортивного состязания. Это и чувствуется здесь, в Чижовской Арене. Надо узнать, с какими эмоциями сюда приходят зрители. Я приехала из Славгорода специально на игру. В Минск с папой мы готовились. Вот, купили шапку, чтобы поболеть и наш субордом. Очень интересный турнир. Мы не первый год ходим. Нам очень нравится, интересно посмотреть. Именно такое мероприятие, организация красивая очень. Всегда интрига, кто победит и кто забьет. Мы на хоккей пришли, чтобы посмотреть и флажок, и подуде. Напомню, что завершился первый период встречи команды президента и сборной Международной Федерации хоккея. Счет пока ничейный, 2-2. Впереди еще два периода. Я подозреваю, что это будет очень жаркая хоккейная схватка. На данный момент это пока вся информация. А мы возвращаемся к главной теме выпуска – рождественскому турниру любителей хоккея на приз президента. В эти минуты на большой площадке Чижовской Арены продолжается матч между командой президента Беларуси и сборной Международной Федерации хоккея. Позади два периода, впереди третий. Как складывается игра, узнаем прямо сейчас. На прямую связи со студией выходит мой коллега Евгений Горин. Женя, на чьей стороне шайба? Сергей, снова вас приветствую из Чижовской Арены. Здесь недавно завершился второй период ледового поединка. Хоккейная команда в Беларуси и сборная Международной Федерации хоккея. Если первый период казался напряженным, сначала забросили шайбу беларусы, потом гости забросили, и им даже удалось забросить еще одну и тем самым ввести в счете. Итоговый счет первого периода 2-2, то второй период оказался куда более интенсивным и куда более напряженным. Сначала развернулась борьба за лидерство. Кто первым забросит шайбу после этого ничейного счета? Она длилась какое-то время, и удалось это первыми сделать в команде президента. И вот, кажется, после этого момента гости немного сломались, и шайбы в их ворота стали залетать все чаще. Итоговый счет второго периода 8-4. Команда президента Беларуси ведет более чем в два раза, но впереди третий период. Сейчас зрители на трибунах Чижовка-арены ждут его начала. Он готов начаться буквально через одну-две минуты. Сергей. Женя, спасибо. На прямой связи со студией из Чижовка-арены был мой коллега Евгений Горин. В эти минуты здесь подходит к концу поединок между командой президента Беларуси и сборной Международной Федерации Хоккея.